Не обратить внимание на довольно необычную колонну крайне сложно. Она медленно двигалась по маршруту к месту официального старта в город Жавинка. В составе пожарная автоцистерна 1962 года выпуска, агитационный автомобиль Брестского областного управления МЧС, эскорт любителей быстрой езды, мотоциклисты. Такой своеобразный выход в свет ретротехники не случайен, точно так же, как и участие в пробеге такого количества людей. Цель – популяризация культуры безопасности, аудитория – подростки. К мероприятию организаторы готовились серьезно, осознанно отказались от стандартных методов профилактической работы. Ищем различные новые подходы, новые пути для определения позиции безопасной жизнедеятельности, чтобы информационная составляющая более плотно доходила до сознания каждого человека, особенно нашей молодежи. Поэтому вот в таком составе и родилась замечательная идея провести агитационный автопробег по всем регионам Брестской области с привлечением максимального количества общественности и, конечно же, демонстрацией и показом возможностей службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и одновременно проведения различной профилактической работы. Учащиеся Жабенковской специальной общеобразовательной школы-интерната поучаствовали в тематических конкурсах, викторинах по ОБЖ, подвижных играх, познакомились с четвероногим другом по кличке Спасатель, а также веселыми персонажами, зубром и духом осторожности. Своими песнями участников акции порадовал известный исполнитель Александр Кривоносов. А после ребятам было предложено ознакомиться со спецификой работы огнеборцев. Самые любознательные смогли изучить устройство автоцистерны, побывать в кабине пожарной машины и даже примерить боевую одежду спасателя. Самое главное, никто из присутствующих не остался без подарка. Однако на этом автопробег в Жабенке не закончился. Участники слета посадили на территории учебного заведения маленькую аллею и установили памятные таблички. Общество «Динамо» всегда участвует в различных мероприятиях, которые сближают ведомство, отношения имеют к детям, к спортсменам и так далее. Для того, чтобы поляризировать вот это вот отношение. С инициативой обратилось Бескобластное управление МЧС. И Главный правительный логической работой культуры по делам молодежи поддержал эту инициативу, потому что на самом деле здесь будет большой и огромный охват молодежи. Мы напечатали листовки пропагандические, плакаты. Мы будем садить деревья, так сказать, в каждом населенном пункте, что мы посетим, и посадим маленькую аллею безопасности. Еще нашим соорганизатором является МЧС «Динамо», который тоже будет рассказать про спорт и спортивные викторины и увлекать молодежь за здоровый образ жизни. Самая объективная оценка эффективности профилактической работы с молодежью – говорящая статистика. В деле пропаганды безопасности спасателями области сделано многое. Результат ощутим. Последние 10 лет на Брещене заметна тенденция снижения количества происшествий по вине детской шалости с огнем и, соответственно, гибели людей от пожаров. Такие результаты только мотивируют огнеборцев к разработке новых методов и подходов в работе с населением, о чем говорит и Организация автопробега «Молодежь за безопасность и спорт», который, к слову, коснется 10 вспомогательных и санаторных школ-интернатов Брещены. Пока мы не охватим все населенные пункты, по графику мы должны работать 8 дней. Если мы будем не вписываться в график, мы это продлим, конечно же.